С подключениями, Зернейм. В конце февраля Роскомнадзор оценит проект нового инфокоммуникационного кодекса, который предполагает отказ России от сетевого нейтралитета на законодательном уровне. После этой новости у большинства пользователей возник резонный вопрос – а был ли мальчик? Давай попробуем разобраться, что же задумали отечественные корпорации. МТС, Мегафон, Бумпелком, Ростелеком, Газпроммедиа и СТС объединились в Медиакоммуникационный союз. Вместе они и разработали тот самый инфокоммуникационный кодекс, который одним махом призван заменить все российские законы о связи и IT. Журналисты выяснили, что, среди прочего, новый кодекс официально разрешит интернет-провайдерам и операторам сотовой связи по-разному относиться к разным видам трафика. К примеру, увеличивать скорость для своих сайтов и замедлять для сайтов конкурентов. На данный момент Федеральная антимонопольная служба как бы рекомендует им соблюдать сетевой нейтралитет, но по факту в России никто этого не делает. Рядовой пример – бесплатный мобильный трафик в соцсетях и отдельных приложениях. Тем не менее, российские интернет-активисты моментально запаниковали. Через незначительное время мы увидим, что телекоммуникационные компании устроят олигополию на рынке и самостоятельно будут определять, что показывать пользователям и на каких скоростях, а к каким ресурсам, среди которых вполне могут оказаться и политически неугодные сайты, максимально замедлять доступ. По мнению сторонников нейтралитета, после его отмены операторы и провайдеры начнут, скажем, искусственно замедлять YouTube и ускорять Routube и требовать деньги за нормальный доступ либо с владельцев сайтов, либо с пользователей. То есть ты будешь платить больше, на рынке исчезнет свободная конкуренция, а право вещать на большую аудиторию смогут позволить себе только сильные и богатые. Интернет-провайдеры, впрочем, клянутся играть честно. Возможно, стоит им поверить, ведь это те самые люди, которые обещают прийти завтра с двух дня до шести вечера и всегда берут трубку. Ладно, давай будем снисходительны. У них есть и правдоподобные аргументы. Операторы утверждают, что объемы проходящего через их сети трафика стремительно растут. Продолжать развивать инфраструктуру и поддерживать качество услуг они смогут лишь при существенном увеличении доходов. Также в будущем некоторым видам онлайн-сервисов будет просто необходимо отдавать предпочтение. Например, системе управления беспилотными автомобилями. Ты же не хочешь, чтобы в городе начинались массовые аварии, как только выходит новая серия «Игры престолов». И еще тут такое дело, что именно провайдеры прокладывают провода и возводят вышки, создавая для всех высокоскоростные цифровые магистрали. Но самые большие деньги на этом рубят ребята из Google и Facebook, продавая нас с тобой для гипертаргетированной рекламы и сжирая при этом тонны интернет-трафика. Законодательно избавиться от сетевого нейтралитета сейчас пытаются провайдеры со всего света. В минувшем декабре, например, после многолетних баталий, они добились этого в США. Судьба аналогичной инициативы в России пока не ясна. В руководстве страны вроде отреагировали однозначно. Правительство не рассматривает отмену сетевого нейтралитета в российском сегменте интернета. Однако стоит учитывать, что Медиакоммуникационный союз отправит финальную версию законопроекта в правительство только в апреле. А господа чиновники могут превратно трактовать сам термин «сетевой нейтралитет», как, впрочем, и сами российские интернет-пользователи. По умолчанию считается, что нейтральность – это ключевой принцип работы сети, который на скрижалях с небес спустили отцы-основатели интернета. Якобы именно благодаря сетевому нейтралитету интернет является пространством равных, где каждый может реализовать любую идею и сделать мир лучше, невзирая на стартовые возможности. Но все чаще звучит мнение, что цифровой мир давно поделен между несколькими IT-гигантами. Google, Facebook, Amazon, Apple и еще парочка корпораций владеют почти всеми сервисами, которыми ты пользуешься. За последние 10 лет они уничтожили или скупили всех конкурентов и давно хранят часть данных в дата-центрах провайдеров, тем самым повышая скорость своих сервисов. Оглянись вокруг и задумайся, соответствует ли современная цифровая действительность идеалам, заложенным на первых этапах развития интернета. А после этого напиши в комментариях свое мнение относительно принципа сетевого нейтралитета и положения дел с ним в России. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok